Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем замечательную поделку из обычной пластиковой бутылки и шпагата. Бутылка должна быть ровная, то есть с ровными сторонами. И сейчас нам на ней нужно будет начертить две линии, причем очень и очень ровно. И вы уже видите, как я это делаю. Нужна опора, фломастер и собственно сама бутылка. Вот одна линия готова и вторую нужно сделать повыше. Воспользуемся обычной банкой и проводим вторую линию. Значит просто стоит банка, на ней лежит фломастер и вы вращаете бутылочку. Получаются ровные линии. Теперь эту часть нужно отрезать. Отрезали аккуратно. Берем малярную ленту и этой малярной лентой, полоска за полоской, мы должны обклеить всю эту часть пластиковой бутылки. Причем таким образом, чтобы была эта лента и снаружи и внутри. Секрет наклеивания этой ленты в том, что она сделает пластиковую бутылку жестче и позволит нам работать на ней с горящим клеем. То есть наша бутылка не будет деформироваться. Теперь я беру пенопласт, на него у меня нарисованы три круга. Беру паяльник или выжигатель можно и вырезаю эти круги. Конечно можно это сделать с помощью ножа, но тогда у вас будет в доме очень много мусора от пенопласта. А мне этого не хотелось. Теперь эти три кружочка я между собой склеиваю. Не обязательно, чтобы они были с очень ровными краями. Вот немножко я их поровняю. Вся эта часть будет скрыта и тем более накрыта. Накрыта жесткой мешковиной. Я ее сделала жесткой с помощью воды и с добавлением небольшого количества клея. Теперь я порезала края этого круга. Для того, чтобы их очень аккуратно и красиво наклеить. Наклеиваем прямо на пенопласт. Мне хотелось сделать бутылку жесткой внутри и у меня это получилось. Эта вставка не должна быть по высоте самой бутылки, а немного короче. И вы это сейчас видите. Теперь такой же жесткой мешковиной я обклеила пластиковую бутылку снаружи. Лишнее обрезала. И склеила концы. Ну вот такая заготовочка у меня получилась. И теперь я к ней добавляю шпажки. Я купила шпажки такие тонкие, толщиной зубочистку. И вот сейчас хочу попробовать их использовать. Шпажки я буду наклеивать на расстоянии одного сантиметра друг от друга. Не важно количество шпажек, сколько вы наклеите. Это будет четное или нечетное. Абсолютно не важно. Рисунок, который мы будем делать, позволяет работать с разным количеством. Вот у меня шелковый шпагат. Сейчас я его наклеиваю на сами шпажки. И теперь между шпажками, чтобы попрочнее шпажки мои держались. Чтобы они не ходили ходуном. Теперь я делаю намотку. Такую намотку вы уже встречали в моей прошлой поделке. Я о ней поговорю немножко попозже. Подробнее. Ну а сейчас просто посмотрите. Наматываю несколько раз вокруг шпажки я свой шпагат. И немного пальцами поправляю всю эту намотку вниз. Чтобы она плотненько стояла. Вот. Заводим за шпажку. Посмотрите вид сверху. Сбоку что получается. И считаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять оборотов. Подвинули. Заводим за шпажку. Один. Два. Три. Четыре. Пять оборотов. То есть шпажка примерно один миллиметр толщиной. И такой же толщины у меня шелковый шпагат. Дальше мы продолжаем все в том же духе. Забрасываем нить за шпажку и пять оборотов вокруг. И получится на темно-коричневом фоне очень красивый рисунок. Когда вверху останется примерно один сантиметр незакрытой темной мешковины. Я начинаю притягивать шпажки к краям моей бутылки. Как можно плотнее. Заодно я поправляю и расправляю пальцами шпажки. Плотно-плотно прям привязывайте, притягивайте. Приклеивать пока не нужно. И когда вы закончили притягивать, последний ряд нужно приклеить. Клей наношу только на шпажки. И также подтягивая шпагат, его приклеиваю. Заодно поправляю и нитки шпагата уже по намотанному месту. Вот последний виток. Отрезаем ниточку. Вот такая заготовка у меня получилась. Теперь нужно убрать шпажки. Берем кусачки. И просто легко их отрезаем, как можно ближе к краю. Теперь берем тонкий картон. И намотаем вокруг него шпагат. И будем приклеивать. И это получится у меня. Ура! Узнали! Кружка! Темный шпагат, покрашенный марганцовкой. Я им пользуюсь для отделки моей кружки. Ну и конечно кружки нужно сделать балюцией. Два круга у меня начерчено. Внутренний круг я вырезаю. Теперь вырезаю внешний круг. И отрезаю часть внешнего круга. Концы нужно склеить. Так как картон у меня тонкий, я это делаю очень легко с помощью опять-таки малярной ленты. Вот я склеила. И обе части мне понадобятся. И маленький кружок, и этот внешний. Сплела косичку из шелкового шпагата. И этой косичкой я обклеила мое будущее блюдце. И с лицевой, и с изнаночной стороны. Благодаря наклеенной косичке и снаружи, и изнутри, у меня получилось плотное такое блюдце. Тоже я решила его отделать по краям темным шпагатом. Шпагат этот у меня обычный, но я его покрасила марганцовкой. И теперь донышко. Донышко закрываем вот таким образом. Наклеиваем. То есть кружочек у меня снова обклеен был косичкой. И теперь закрываем расстояние между донышком и самим блюдцем. Теперь осталось приклеить чашку. Нанесем клей и приклеим ее к блюдцу. Теперь нужно сделать пар. Так как шпагат у меня шелковый, он очень легко распускается. Я его распустила. Взяла тоненькую проволочку. И обмотала вокруг нее этот шпагат. То есть сейчас я делаю пар. Пар от кофе. Закручиваю на клей карандашный. Можно все что угодно взять. Толстый фломастер. Вот такие завитушки получились. Вставляем пар прямо в кофе. Можно даже не приклеивать. И расправляем его. Ах, какая прелестная штучка получилась. Можно использовать на конкурс. Просто как украшение на кухне. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта работа. А также подписаться на мой канал Поделки Самоделки. Всего вам доброго, хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.